Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Ист-Палестин, Вагайя, не особо крупное место. Это городок с населением около пяти тысяч человек недалеко от Питтсбурга. Долгое время Ист-Палестин славился производством посуды, чашек и кувшинов для американских отелей. На огромных керамических заводах города занята большая часть населения. Но так было раньше, и, конечно, Ист-Палестин стал намного беднее. Средний доход на семью там сейчас составляет менее 45 тысяч долларов в год. Население Ист-Палестина в подавляющем большинстве белые и консервативные люди. Более 70% избирателей в близлежащих округах поддержали Дональда Трампа на последних выборах. К делу это относиться не должно, но еще как относится. 11 дней назад поезд из 150 вагонов сошел с рельсов в Ист-Палестине. В результате были выброшены ядовитые химикаты на землю и в водоемы. После катастрофы природоохранное агентство Огайо обнаружило следы бутилакрилата в реке Огайо, а также в ручьях, которые в нее впадают. Эта проблема не только для Ист-Палестина, ведь река Огайо снабжает питьевой водой примерно десятую часть населения США. То есть эта авария стала экологической катастрофой. Не экологической катастрофой, как изменение климата, а настоящей экологической катастрофой, от которой действительно страдают люди. Затем стало еще хуже. Через несколько дней после аварии официальные лица решили, что неплохо было бы поджечь разлитые химикаты. Результатом этого решения стало гигантское грибовидное облако токсинов над регионом. Вы его видите сейчас на ваших экранах. Итак, учитывая очевидный кризис в Ист-Палестине, как отреагировали федеральное правительство и администрация Байдена? Под руководством Пита Бутиджича Министерство транспорта, ответственное за железнодорожные аварии, приняло решительные меры. Пит Бутиджич объявил о дне транспортного равенства. Это еще один день, когда мы отмечаем федеральное финансирование по расовому признаку, которое, несмотря на случившееся, не распространяется на Ист-Палестин, потому что местные жители не того цвета. Поэтому вместо этого Минтранс Бутиджича объявил о проекте на 80 миллионов долларов на улучшение дорог в Филадельфии и 24 миллиона на дороге в Детройте. Оба города голосуют за демократов. А затем мэр Питт заговорил о, пожалуй, самой насущной проблеме в стране. У нас слишком много белых строителей. Мэр Питт не сказал ни слова о городе Ист-Палестина, Гайя. И это не потому, что там все было под контролем. Пока в Минтрансе строчили в Твиттера месяцы черной истории и транспортном равенстве, губернатор Гайя объявил, что контролируемое сжигание химикатов из разлива может привести к гибели тысяч людей. И это не должно вас удивлять, потому что винилхлорид при сгорании превращается в фазген. Это был самый смертоносный отравляющий газ, применявшийся в Первой мировой. А винилхлорид был одним из химических веществ в том поезде, в Ист-Палестине. Вот губернатор Гайя. Норфолк Саутерн планирует контролируемый выброс винилхлорида примерно в 15.30. Контролируемый выброс токсичных химикатов также смертельно опасен при вдыхании. Те, кто в красной зоне, те, кто в красной зоне, подвергнутся серьезному риску смерти, если все еще будут там. Те, кто живет в оранжевой зоне, рискуют получить серьезные травмы, включая ожоги кожи и серьезное повреждение легких. Скажу очевидное, всем вам нужно покинуть территорию, как и мне, так что... Обратите внимание на тон и смешок в конце. Это губернатор Гайя Майк Дивайн, великий защитник Украины. И он только что объявил, что, ну, тысячи людей в его штате могут умереть. Но он, похоже, не паникует, не такая уж и чрезвычайная ситуация. Ведь Киеву-то ничего не угрожает. Итак, после контролируемого сжигания смертоносных химикатов, жителям Ист-Палестина сообщили, что если вы живете в радиусе двух миль от места крушения, вам следует укрыться дома и держать окна закрытыми. Тех, кто живет ближе к грибовидному облаку, разместили в гостинице. Через пару дней их всех пустили обратно в дома. И никто в Министерстве транспорта в Вашингтоне ничего не сказал. Как выразился один специалист по опасным материалам, весь город из-за этого под угрозой. Смотрите. Железнодорожная компания несет ответственность за это и за людей, которые вернулись в свои дома. Их дома должны были проверить. Следовало провести очистку. С самого начала устранения последствий эти люди подвергались маргинализации. Сначала им говорят, поезжайте в отель и... Сохраните чеки, мы вам все возместим. Ист-Палестин очень бедный город. У некоторых людей нет денег на отели и всю эту хи***, что от них хотят. Действительно похоже на ядерную зиму и... Ну знаете, вообще-то да, мы взорвали там химическую бомбу. И вот результат. Теперь представьте, если бы это произошло в городах Фаворе, типа Филадельфии и Детройта. Там тоже много бедных, и все бы им сочувствовали, хотели бы обеспечить им безопасность. А теперь представьте, что это случилось бы в столице в Вашингтоне, скажем, в Джорджтауне. Ну, национальная гвардия была бы задействована, не было бы никакого грибовидного облака токсинов на горизонте, это уж точно, и конечно, в обоих случаях, если бы это коснулось богатых или бедных Фаворе, это стало бы главной темой всех новостных каналов мира. Но это случилось с бедным, никому неизвестным городком из Палестина, Гайя. Жители которого забыты, о которых, по мнению руководства страны, забудете и вы. Ничего особенного. Специалист по опасным веществам на этом видео, Сил Каджиана, объяснил местным СМИ, что винилхлорид в поезде не единственная угроза, там также этиленовый газ. Вот цитата. «Может пройти 10, 15, 20 лет, прежде чем вы увидите потенциальные долгосрочные последствия. Этот газ ищет низменные места. Он может скапливаться в канализации, в укромных уголках, расщелинах и трещинах». Конечно. Ведь именно так действует газовое оружие. Спросите любого в Вердене. И эта особенность, о которой только что рассказал эксперт по химическому оружию, объясняет, почему рыба и животные гибнут в этой местности без причины. Хотя, конечно, причина весьма очевидна. Один житель Ист-Палестина говорит, что его лисы сейчас больны. Смотрите. Тейлор — лицензированный лисовод. Пара его лисиц сломала ноги, пытаясь убежать после крушения поезда. Одна из лис даже погибла. Он просто внезапно начал очень сильно кашлять и просто отключился. У него был жидкий понос, и вскоре он умер. Тейлор говорит мне, что все его лисы болеют и ведут себя необычно с выходных. У некоторых опухшие морды, в том числе у этой у него на руках. Он говорит, у них пропал аппетит. У многих лис проблемы с пищеварением и вялость. Лисы так себя не ведут. Он очень слаб, он вялый. Его глаза слезятся, будто заплаканные. Некоторые лисы быстро бегают в загонах. Еще один признак их нездоровья. Да. Всегда обращайте внимание на животных. Есть причина, по которой фраза «канарейка в угольной шахте» стала клише. И после того, как все это стало достоянием общественности, что вода и воздух в Ист-Палестине и вокруг него, возможно, во всем регионе, могут быть загрязнены, наконец-то, наконец-то! Пит Бутиджи, чьи министерство транспорта решили высказаться. Цитата. «Наши федеральные партнеры из EPA сейчас на месте и контролируют качество воздуха в помещениях и на улице». О, качество воздуха! А как насчет воды? А, вода! А как она относится к изменению климата? Ну, это то, без чего не обойтись. Где-то два с половиной дня и вы труп. Но они не проверяют воду. Они проверили воздух лишь спустя неделю после того, как людям разрешили вернуться в свои дома. И по словам мэра Пита, EPA даже не проверила 200 домов в непосредственной близости от места горения. Горения, которое не было случайным происшествием. И его запустили власти. То есть им просто плевать, на самом деле. Что может быть очевиднее? Пока жители из Палестина вдыхали токсичные пары, мэр Питт шутил о китайском шаре-шпионе, которому его босс дал пролететь через страну. Он забавный парень, смотрите. Если посмотреть на то, с чем столкнулись американские транспортные системы за последние 2-3 года, частично из-за пандемии, то мы столкнулись с проблемами от контейнерных перевозок до отмены рейсов, теперь вот еще шары. Он полностью некомпетентен. Полностью некомпетентен. Никогда еще не было такого вопиющего некомпетентного министра. И столь очевидно безразличного, почти на грани злодейства, честно говоря. И это шуточка в конце. Это был мэр Питт вчера, почти две недели после катастрофы в Огайо. Что ж, была ли эта катастрофа предсказуемой? Ну, мы не уверены. Нетфлик сняла таком фильм в прошлом году. Поезд сходит с рельсов в Огайо, и повсюду разливаются токсичные химикаты. Некоторые жители из Палестина были статистами в этом фильме. Но никто такого не предвидел, такого не могло произойти. Сейчас всплывают подробности, и опять же, мы не совсем уверены, почему поезд сошел с рельсов, но согласно изданию «Джелобник», владелец поезда «Норфолд Саутерн», лоббировал федеральные регуляторы около десяти лет, чтобы им не пришлось улучшать аварийные тормоза составов. Администрация Байдена, как и две предыдущие администрации, не педалировала вопрос, и, по-видимому, аварийные тормоза на этом самом поезде отказали во время этого происшествия. Опять же, вокруг этого много пропаганды, вовлечены профсоюзы, есть много людей, которым выгодно обвинить кого-то в этом бедствии, и мы не собираемся поддерживать какую-либо теорию о том, почему это случилось. Мы лишь отметим, что мэр Питт, ответственный за выяснение причин произошедшего, похоже, совсем не заинтересован в этом. И, как и все остальные, в Нью-Йорке, Вашингтоне, Л.А., он просто притворяется, что ничего не случилось, отпускает шуточки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok